Доброе утро, друзья! Сегодня еще одна важная тема. Поговорим об осознанных погружениях в определенное внутреннее состояние сознания. И опять разберем, где у нас косяки в представлениях. Смотрите, я часто сталкиваюсь в практике с людьми, которые приходят на занятия, например, и они занимались очень долго какими-то буддистскими медитациями или просто медитациями, расконцентрациями. Либо занимались даже классическим гипнозом, расстранцовкой, когда человек впадает в определенное достаточно глубокое погружение в себя, в очень серьезное торможение. Он полностью расконцентрирован, он способен держать рапорт, его сознание не выключается при этом. И люди, которые уже имеют опыт таких провалов, это действительно ресурсное состояние психическое, когда идет самовосстановление, процессы самовосстановления тела. Но вот людям, которые умеют уже вот в такие состояния входить, погружаться, зачастую трудно после таких практик, зачастую трудно концентрировать внимание на чем-то. То есть если при этом его ведет кто-то, да, то есть ему делается внушение, его подхватывается на рапорте, он и ведется, то у него какая-то работа производится, у него получается. Но перейти к режиму, когда он сам может работать, да, к самостоятельным каким-то моментам, а человека ведь чаще всего интересует, что саморегуляция. Это основа, когда мы управляем своими физическими, психическими, другими ресурсами сами, энергетическими, все сами. И поэтому вот людям, которые привыкли работать на том, что их ведут, и они просто впадают в вот эти состояния прострации, им зачастую тяжело концентрировать внимание на чем-то конкретном. Но вот чтобы совсем было просто понимать, о чем говорю, если у вас есть возможность, оденьте майнд-машину, да, оденьте майнд-машину, вот впадаете вот в это состояние, скажите, вам при этом какие-то гениальные изобретения, ответы на вопросы и так далее приходят, нет, вы ни о чем думать не можете, вы просто находитесь вот в этом состоянии релакса и расслабления, и полностью сознание, получается, как бы уходит в то, что ему надо делать вот здесь и сейчас в вашей психике, расконцентрируется, и оно не работает под те задачи, которые бы вы сейчас через механизм внимания могли бы включить. Люди, у которых есть вот именно такой опыт, у них еще занимает достаточно так нормальный кусок времени процесс тренировок, когда они сами, сами учатся и тормозить, и удерживать внимание, концентрацию внимания на чем-то, на задачи, на то, что он будет делать. А потом представьте, вот, например, все серьезные психотехники, даже те, которые я даю по техникам влияния, да, они уже предполагают, что вы не только умеете входить в определенное состояние, зачастую даже такая большая глубина не нужна, все равно результат может быть. Вот, хотя глубина, она имеет на самом деле важное значение, от нее отказываться ни в коем случае нельзя. Вот. И вот это умение держать концентрированное внимание на задаче, не выпадать, не отключаться, не засыпать. Более того, в этих вот состояниях осознанно брать информацию, закладывать информацию, это очень большой кусок осознанной работы, это очень большой кусок тренировок, работы с вниманием. Поэтому зачастую представления, которые бытуют у нас, что я там занимаюсь долгой медитацией, там, годами, и я вот все, что вы сейчас мне скажете, я сделаю легко, иногда это легко превращается в очень тяжело. Поэтому, если вы на раннем пути начинаете тренировки, да, то я бы, например, сразу рекомендовала тренировать одновременно умение тормозить, да, умение входить в определенное внутреннее состояние сознания. Опять-таки, сразу идти не в космос, а идти в себя, для того, чтобы убрать страхи. Сразу учиться раздваивать внимание на периферийное зрение, оперативное зрение, потому что все, что касается, например, тех вещей, которые нам надо будет перевести в наблюдение, например, то же самое сопротивление, нам надо будет учиться там разделять внимание на два, да, вот хотя бы две точки, чтобы у вас работы с вниманием было. И, конечно, учиться концентрироваться длительное время над тем, над той задачей, которую вы будете выполнять в этих состояниях. Потому что просто прострация не дает доступа к информации. Для того, чтобы информация начала разворачиваться, надо научиться управлять своим вниманием в этих состояниях. Более того, там еще будет завязан на интерес, потому что разворачивается та информация, в первую очередь, с которой вам лично интересно, потому что у вас под то, чтобы у нее взять, есть определенные уже в мозге связи, да. Это вещи, которые, ну, действительно важны. И еще один момент, который важен, и который в социальных представлениях как-то опускается. Когда мы идем во внутреннее состояние сознания, начинаем работать с информацией, то очень важно, чтобы мы брали, во-первых, всю информацию подряд, да, и не анализировали ее там, не критиковали. В этих состояниях критик, да, когда вы уже провалились в пассивное торможение, и после этого совершили переход в активное включение коры головного мозга, при этом у вас остался открытым доступ к подсознанию, так называемое парасоменаболическое состояние. Вот они являются определяющими для работы с информацией. Так вот, вот в этих состояниях получается, с одной стороны, доступ к подсознанию открыт, с другой стороны, весомая часть мозга активна, и в них, получается, у вас активен и критик, и сомнение, и, казалось бы, анализатор, который сразу говорит, еще на входе фильтрует информацию, говорит, нет, мы ее не берем, это ерунда, это лажа, это нам не надо, да, и получается потом, что человеку, который идет поток стихов, он их не записывает и говорит, нет, это лажа, мне это не надо, да, а потом, когда он уже выходит в состояние нормальное, да, потому что в парасоменаболическом состоянии мы можем записывать все остальное, это достаточно яркая такая активность, сон во сне, вот, он потом приходит, и уже стихов он не помнит, говорит, а записать нечего, а там он отказался от записи, поэтому вот эти вещи надо уметь откладывать в сторону, говорить, да, я имею право на сомнения, вот я их сейчас наблюдаю, но я сейчас делаю все, что идет, и мы фиксируем всю информацию, которая идет, мы ее сможем уже достоверно анализировать в обычном состоянии сознания, а в том состоянии сознания нам кажется, что мы можем ее достоверно анализировать, а нам важно ее достоверно оттуда выкачать, забрать, анализировать, мы ее будем потом. И еще, когда мы начали работать с информацией вот в этих состояниях, когда мы уже все-таки пытаемся складывать картинки, речь идет об управляемых озарениях, если вы догадались, то так как загрузка будет не одна, погрузка в себя будет не одна, ходить мы будем часто, иногда даже на автомат потом выпадать без прохождения глубоких стадий сразу идешь, парасомномбулизм, он приоритетен в психике, и мы потом учимся, и это все идет легко, не успел сесть уже там. Так вот, в этих вот состояниях важно научиться складывать потом пазлы. Мы выкачиваем информацию, выкачиваем через что? Через концентрацию внимания. И потом уже позже мы ее дорабатываем, и на этапе между сеансами очень важно наблюдать за картинами внешними, которые происходят в жизни. Потому что так уж устроена наша психика, это все продукт нашей психики, и игра в получение информации – это элемент общей игры психики. Так вот, в этих случаях очень важно, видеть внешние проявления, как знаки, как что-то еще по теме. Например, опять-таки углубляться в тему. Если вы там хотите достать какую-то информацию на какую-то техническую тему, например, значит, вы начинаете изучать физику, математику, все источники, где вы можете найти информацию, как устроено аналогичное устройство там и так далее. Или внешне вам будет подсказывать – сходи туда, прогугли эту фразу, сделай вот это. Вот от внешней игры мы не отказываемся. Дело в том, что это обман в представлении людей, что вот человек сел, вошел в медитацию, и вдруг у него большой чертеж перед глазами там, и вот он этот чертеж просто перерисовал, принес и сказал – вот я изобрел. Это в представлении обывателю, у которого не все в порядке с головой, и отсутствует личный опыт. Если личный опыт есть, то становится очевидно, что каждый элемент этой схемы будет глубоко осознан и прожит человеком изнутри, и к нему он будет доходить через определенное точечное озарение. А потом еще эти пазлы складывать в общую картину. Мне очень понравилось, как на одном из сеансов, одна из девушек, которая брала информацию по Тесле, этого нет на видео в интернете, она сказала, как у Теслы рождались его, например, прорывы технические решения. То есть у него была куча вот этих вот оборванных, несвязанных между собой каких-то информационных блоков, он не знал их, как связать, и поэтому в определенной медитации он их разбрасывал, и потом падал ключевой блок, а все остальные на него нанизывались, и происходило озарение – вау, вот это будет вот так работать. И это на самом деле так, это тоже один из вариантов, как собрать вот эту разрозненную информацию вместе. Вот, поэтому, кто пробует, тренируется вместе с нами, может пробовать подстраиваться хотя бы по двум каналам восприятия, под наши загрузки, я их выдаю в прямом эфире, в записях. Пробуйте, тренируйтесь, получается, не получается. И убирайте критику, убирайте анализатор в этих состояниях полностью, просто берите информацию, складывайте из нее пазлы, и в целом на достижение какого-то результата планируйте, что это где-то у вас будет там 10 загрузок, и вы с каждой будете брать по какому-то кусочку, а потом вы выстроите какую-то единую целую картину на данную тему. Ну вот просто так делается информация, берется информация под какие-то задачи. Я сейчас не беру задачи, там, то, что идет в контактах и ченнелинги, по работе с мертвыми, там немножко по-другому делается, но вот информацию, именно как информацию, когда мы берем, да, вот эти вещи учитывайте. Ну, надеюсь, вам пригодится. С вами была я, Наталья Зайцева.